Мы снова на улице Гончарова, одной из самых старинных улиц Ульяновска, богатой историческими объектами. Мы продолжаем нашу пешую прогулку по ее четной стороне. Сразу после шестиэтажного дома печати по улице Гончарова находится двухэтажное здание, известное нам как музей Аркадия Александровича Пластова. Но в течение полутора веков здесь располагались различные учебные заведения. В конце 18 века на этом месте находился частный жилой дом. В 1835 году, когда здание было выкуплено, сюда внепло Симбирское уездное училище, которое ранее находилось в одном здании с мужской гимназией. Состав учащихся был очень пёстрый. Большинство составляли дети крестьян, мещан, военных. Кроме того, они все были разных вероисповеданий и национальностей. Успешно проучившиеся в данном учебном заведении первые четыре года имели право на поступление в первый класс гимназии или реального училища. В своё время одним из самых ярких педагогов училища был Степан Степанович Рогозин. Среди его учеников был основатель Симбирской группы РСДРП Валентин Рябиков. Его имя носит одна из полиц Ульяновска, а также один из основоположников отечественного кинематографа Пётр Красавцев, более известный под псевдонимом Чардыня. В 1912 году здание разобрали и на его месте возвели новое. Именно в этом виде оно сохранилось до наших дней. После революции училище перешло в ведение наркомата просвещения и позже реорганизовано в советскую единую трудовую школу. Затем здесь была школа номер два и другие учебные заведения. Сегодня бывшее здание училища занимает музей Аркадия Александровича Пластова не случайно. Именно здесь, в 1915 году, состоялся первый вернисаж будущего народного художника. Первоначально Пластовскую картинную галерею открыли в 1986 году на втором этаже здания. Но в лихие 90-е годы ее закрыли. Первый этаж отдали коммерческим структурам, а второй Ульяновскому отделению Союза художников России. Лишь спустя 12 лет, в 2010 году, здесь торжественно был открыт музей Аркадия Александровича Пластова. Сразу после музея следует шестиэтажный жилой дом с магазинами и кафе на первом этаже. До 1929 года здесь находилась Троицкая церковь. Храм славился своими богатыми иконами, прекрасным хором певчих и многочисленным приходом. В Троицкой церкви, как самой лучшей и престижной, крестили, венчали и отпевали многих видных симбирян. Так здесь венчались потомок знатного княжеского рода Сергей Михайлович Боротаев и дочь генерала-майора Мария Петровна фон Братки. Через год под сводами храма молодые родители крестили своего первенца Петра. Здесь же в этой церкви отпевали и старшего брата, писателя, коллегского советника Николая Александровича Гончарова. Гончаровые жили по соседству с храмом. Добротный каменный двухэтажный дом купцов Гончаровых был выстроен в конце XVIII века на пересечении двух центральных улиц в Симбирском – Большой Саратовской и Московской. Сегодня он имеет два адреса – улица Гончарова-20 и улица Ленина-138. В этом доме в 1812 году, 6 июня по старому стилю, 18-го по новому, появился на свет Иван Александрович Гончаров, будущий великий русский писатель. Как вспоминал сам Иван Александрович, дом был полная чаша, два двора, где была масса хозяйственных постройок и всякая живность – коровы, лошади, овцы, козы, куры, утки. Словом, целое имение деревни. В родной дом Иван Александрович возвращался неоднократно. После учебы, сначала в Московском коммерческом училище, потом в Московском университете, и отдыхать после службы и дальних путешествий. Последний раз он был в этом доме в 1862 году, в год своего 50-летия. Через два года приезжать стало некуда. Страшный пожар, бушевавший в Симбирске, оставил от дома одни стены, и на следующий год Николай Александрович Гончаров, старший брат писателя Гончарова, продал его. Затем у дома сменилось несколько хозяев. В 1880 году дом приобрел ревельский подданный, симбирский купец Карл Иванович Юргенс. Здесь у нас был магазин весьма широкого ассортимента, где можно было приобрести ноты, музыкальные инструменты, канцелярские товары и многое другое. После смерти отца наследники Юргенса решили кардинально перестроить дом. Симбирско-губернская ученая комиссия хотела выкупить мемориальное здание. Однако Юргенсов запросили такую сумму, какой не было у архивной комиссии. И к 1900 году дом стал трехэтажным, кирпичным с белой отделкой, почти такой, каким мы его видим сейчас. Причем прежний дом не сносился, а оказался внутри купеческой новостройки. При постройке нового дома использовались стены старого, включая внутренние. В 1907 году на этом доме появился первый в нашем городе памятный знак в честь писателя Ивана Александровича Гончарова. Мемориальная доска, установленная на угловой части дома, тогда еще на углу улицы Большой Саратовской и Московской. А заказал ее в столице на свои средства и установил владелец этого дома Аксель Карлович Юргенс, сын Карла Ивановича. Основу из черного шведского гранита работы мастерской братьев Ботта украшает бронзовый барельеф писателя. Его отлили в художественной мастерской Гаврилова по заказу скульптора Бориса Михайловича Микешина. Купец позаботился и о юридической стороне дела, заявив, что доску он приносит в дар городу на вечные времена. Незадолго до Первой мировой войны усадьбу приобрел за 150 тысяч рублей симбирский купец Алексей Павлович Балаковщиков. Он тоже перестроил частично нижний этаж дома. Вместо трех окон появились три двери. Здесь находились магазины. На втором и третьем этажах располагались отделения дворянского земельного и крестьянского поземельного банков, женская гимназия Веры Васильевны Кашкадамовой, типография и частная квартира. После 1918 года дом муниципализировали. Последним изменением внешнего вида стало появление в 1974 году башенки с городскими часами-курантами. Проект был предоставлен архитектором Серафимом Титовым. В день 170-летнего юбилея писателя в 1982 году в этих стенах на первом этаже здания был открыт единственный в стране и мире историко-литературный музей Ивана Александровича Гончарова. А семь лет назад в 200-летию писателя в доме были проведены ремонтно-реставрационные работы и все три этажа занял историко-мемориальный центр музей Ивана Александровича Гончарова. Главные городские часы, которые сейчас находятся на башенке дома Гончарова в конце 19-го, начале 20-го века, также отчитывали время симбирянам. Правда, они находились на противоположной стороне улицы на колокольне Вознесенского собора. В этом храме крестили Петра и Николая Языковых, Ивана Гончарова. В 1932 году собор был закрыт, а через шесть лет на месте храма разбили сквер. Помимо зеленых насаждений его украсил бассейн с фонтаном и скульптурной группой. Пионеров вылепила талантливая девушка-скульптор Лида Трофимова. Пионеры простояли в сквере более трех десятилетий. Потом скульптуру демонтировали и на их месте разбили цветники. В мае 1965 года на углу улиц Ленина и Гончарова в сквере неожиданно для горожан появилась новая скульптура, изображающая Ивана Александровича Гончарова сидящим в кресле. Торжественного открытия монумента не было. Его отлили на Мытищинском заводе художественного литья по заказу исполкома Ульяновского горсовета депутатов-трудящихся в 1961 году. Скульптуру планировали установить на федестале к 150-летию рождения романиста. Однако статуя пролежала четыре года во дворе электростанции на улице Минаева. Впрочем, время все ставит на свои места. Сегодня памятник Гончарову является одним из символов города. Субтитры создавал DimaTorzok